Всем привет, вы на канале Аполло Геймс, мы продолжаем выживать в игре по названиям Journey to the Savage Planet. По многочисленным просьбам, я знаю, что многие уже прошли игру, но люди хотят именно посмотреть мое прохождение. Так, хотите поговорить о самыми горячими слизеобразными в галактике? Договоритесь о соблазнительном мягкотелом, о других планетах, чё, о сомнительной маловероятной встрече. Ладно, давай мы это остановим, и у нас там какие-то важные сообщения есть. Это всего лишь реклама. Так, клавиатура, мышь, всё подключено. Давай грузись быстрее, компьютер. Ё-моё, новый отчёт. Привет, исследователь. Все мы в Киндрит очень рады слышать, что ты до сих пор не умираешь. С возвращением, исследователь. Пожалуйста, пройди этот краткий опрос, посвящённый твоим впечатлениям. Спасибо, что так быстро берёшься за опрос. Хороший пёсик, послушный. Оперативность. Время между запросом отчёта и твоим выполнением 6 минут. Отчёт о задании номер 1, давай начинать. Начинаем. Всё это путешествие ты выживаешь абсолютно самостоятельно. Как это повлияло на твоё моральное состояние? Тебе одиноко? Чувствуешь депрессию? Или же наслаждаешься возможностью говорить о своих проблемах без риска, что кто-то услышит? Процент приключений, проведённых в одиночку, 100%. Ну да, я одиночка, типа, ну, в игре же есть кооператив. Если тебе одиноко, ты всегда можешь пригласить друга, или же можешь обозлиться на весь мир и выплескать своё недовольство в социальных сетях. Ты описываешь свой опыт как одиночка. Продолжить. Кстати, держишь отличный темп. Качественный спидран в реальном времени. Даже донаты читать не успеваю. Общее время задания 1 час 51 минута. Продолжить. Кстати, поздравляю с получением всех усилений. Твоё постоянное стремление к незначительным улучшениям делает тебя настоящим покровителем капитализма. Так что Киндред награждает тебя медалью «Готов ко всему». Количество созданных улучшений 12. Да и смертей было не так много, а вот твой старший брат на планете через одну... Галактику от нас? Он вообще не умирал. Но ты не переживай, мы и тобой гордимся. Тоже. У нас нет любимчиков. Всего био-напечатанных тел потеряно два? Я же вроде больше умирал, нет? Ну ладно. Последний вопрос. Насколько вы наслаждались пребыванием на этой адской планете? Которую только и хочет вас убить. Оцените, пожалуйста, общие впечатления. По шкале веселья, где максимальное веселье — обнять собаку, а минимальное — упасть лицом в крапиву. Свои общие впечатления до этого момента, ну типа ок. Среднее. Ай, как-то ещё более неприятно, чем если бы тебе просто не было весело. То уровень удовлетворения средний. Спасибо за участие, хорошего дня. Отправить. Основываясь на полученных данных, Киндред подтвердил мои описения. Они не понимают, что это за башня в центре планеты, если мы не сможем проникнуть внутрь. И выяснить, почему на планете безразумной жизни находятся технологические продвинутые башни, а они подумают, что дело нечистое и разбомбят здесь всё в труху. Вместе с нами. Так что, если сможешь найти путь в башню, это бы не слабо помогло. Новая приоритетная цель — получить доступ к центральной башне, а потом выясни её назначение и ценность. Но мы же не можем пройти там всё закрыто. Так, видосы новые есть. Это что у нас такое? Месседж. Ну, типа, это сообщение мы вроде как видели. Реклама. Тоже какая-то реклама, моба-моба. А, ну, понятно. Так, сообщение. Ваш еженедельный прогноз погоды Монреаль. Понедельник 50 градусов. Ну, это не слишком интересно. Ладно, как всегда в конце серии ещё почитаем там что-нибудь. Спасибо за сотрудничество. В качестве маленькой награды, чтобы улучшить твоё настроение, мы увеличили количество препарата Озбан, который автоматически добавляется в твою пищу. Наслаждайся результатами. Какую пищу? Я ничего не ем вообще. Готово для создания стабилизатора бум-гранатов. Давай сразу печатать. Он нам для какого-то там дополнительного задания понадобится. Улучшение синтезировано. Стабилизатор шока-фрукта мы пока не можем сделать. Продвинутый пояс. Ну, типа улучшенный пояс может переносить пять любых объектов. Нужно ли оно нам? Я типа кремний потрачу, которого у меня и так мало. Визор. Более продвинутый визор. Ну, нет, такое себе. Ладно, раз нам, в принципе, ничего не надо, давай более продвинутый визор всё-таки сделаем. Ага. Так, звание, всё, понятно. Так, и это получается стабилизатор бум-гранатов. Так, нам сейчас нужно телепортнуться до босса, которого мы убили в прошлой серии. Сломанный мост. Наверное, это вот это. Потому что у нас там... Мы его тупо не просканировали. Температура окружающей среды 33 градуса. Беопараметры нормальные. Теперь ты можешь переносить и держать бум-гранаты. Примени с помощью 1 или 2. Удерживай кью для прицеливания. Отпусти для броска. Так, ну у меня же их пока что нет, да? Нет, есть. Подожди, на тройку. Нет, не на тройку. Я почему-то не могу их выбрать. А, вот сейчас на двойку. Всё, бум-гранат готов. Я думал, мне его типа нужно собрать, инвентарь полный. Так, тут я вроде как всё сканировал, да? Нет, светилище стабилизатора бум-гранатов. Прародитель чего-то. Так, и давай босса. А, тут ещё руины можно вот эти вот просканировать, да? Так, необычный инопланетный барьер. Силой эту странную преграду не преодолеть. Должен быть какой-то другой способ. Ну, он вроде как разрушился после убийства босса. Так, и кто это у нас? Клешний рак. Обожаю ракообразных, особенно с маслом и с чесноком. Разъярённая ракообразная, которая радостно сожрёт твой раздавленный труп. Целься в его светящиеся усы. То есть, я должен был как-то, до того, как он на меня напал, просканировать его. Да я там далеко стоял, он уже на меня сагрился. Это было вообще невозможно. Так, в принципе, мы сейчас можем вернуться по части задания дополнительного там с бум-гранатами, но делать я этого сейчас не хочу. Как-нибудь потом. Ну, мы там в основном просто какие-то плюхи получим. Я сейчас хочу всё-таки посмотреть, что там. Так. Сюда, получается, можно допрыгнуть. И вот сюда. Да я же туда сразу могу. Зачем мне, типа, сначала сюда, потом туда? Нафиг это надо. Так. Давай, наверное, просканировать надо. Нет. Видимо, всё-таки мне нужно обязательно в следующий мир, который мы открыли. Топи какие-то вроде. То есть, зря я сюда шёл, да? Зудящие поля. Этот биом называется. Так. Продолжай подъём. В смысле? Задание основное. Продолжай подъём. Куда я должен продолжать? Картографы обнаружили возможный путь наверх, но для этого надо пройти дальше вглубь долины, с каменными стенами, что извиваются над головой. Этот мир не подчиняется никаким законам природы, которым нас учили в школе. Здесь вокруг причудливо смешанная инопланетная технология и естественные ландшафтные информации. И мне пока не удаётся понять цель всего этого. Так, мне всё-таки туда, да? Чёрт, ну вот я сейчас даже проверю. Нет, мне всё-таки где-то здесь всё это делать, хотя здесь не показывается задание. Но когда я телепортнулся туда, мне показывало то, что я должен телепортнуться обратно. Так, вот это вот что такое. Давай сначала просканируем, прежде чем брать. Кислотовик. Кислота отлично подходит и для создания трупов, и для уничтожения. Что? Улучшение? Ты не сможешь её долго держать. Можешь подтвердить выдачу тебе нужного чертежа. Ну то есть также стабилизатор нужен, кислотные пузыри. Сделай кое-какие исследования и преврати их в гранаты, чтобы швырять прямо в рожу врагу. Давайте повозьмём и посмотрим. Ясненько так. А если на них? Ну типа, двое вроде как... Нет, один взорвался. Ладно. Так. Я их уже просканировать не могу, и тут есть кремний. Нормально так. Гриб какой-то. Смрадогриб, оторотительный разлагающийся серый гриб. Воняет хуже, чем протухшие креветки в твоём холодильнике. Ну, креветки в холодильнике вроде не так сильно воняют. Для этого они и лежат в холодильнике. Уже не девочка, но ещё не женщина. Что? Так. Я вижу то, что там есть хурма. Только как туда добраться? Здесь я никак не допрыгну. Ну ладно, видимо придётся сначала идти в другую сторону. Так. Куда-нибудь, наверное, вот сюда. Секрет поблизости. Вот это? Ну-ка. Да какой же это тогда секрет? Планетарный флот замзора. Загадочная скрижаль. Потрясающе из башни исходит древнее сообщение. Его элементы, кажется, находятся в этих скрижалях. Моя первоначальная оценка это какой-то видеокодек. Если бы тебе удалось найти побольше таких штук, я бы продолжала декодировать. И сохранять их? Хорошо, значит эти скрижали нужно искать. Новые данные просто ошеломительны. Я делаю перекрёстную проверку по нашей базе инопланетных языков. Пытаюсь перевести. Я также добавила тебе новую папку на рабочий стол компьютера Дротика. Можешь посмотреть результаты на досуге. Так, равнинная похлоптица простая. Тут что написано из этой конструкции сходит зашифрованный видеосигнал. Так, вот какая-то дичь. Так, тихо. Тихо. Ещё бы чуть-чуть и не долетел бы. Так, защитный куст. Твёрдое снаружи, зато внутри просто шик. А как мы туда добраться? Оно никак не реагирует. Ладно, потом попробуем. Думаю, надо, чтобы оно под каким-то другим углом, как вот, например, вон там стояло. Так, а это что такое? Как будто янтарь какой-то. Так, секреты снова поблизости. Может, где-нибудь снизу? Да нет. Тихо. Это что? Это рыба какая-то вообще была. Ну, прикольно. Ладно. Так. Могу в пещеру пойти. А чё такое? Почему я не могу за них зацепиться? Как будто нужно что-то сначала сделать. Не, я могу, конечно, попробовать вот так вот допрыгнуть. Типа, вообще, удержусь я тут. Ну, вроде как, да. Чёрт, чё это было? Я вообще не двигался. Меня просто шмотало из стороны в сторону. А, да, я... Я написал для тебя стихотворение. Хочешь послушать? Космонавт. Оу, космонавт. Почему ты умираешь, космонавт? Ну как, нравится? Поэзия не моя сильная сторона. Ну, я заметил. Почему я сразу умер? Видимо, что-то, чтобы попасть туда, откроется позже. А почему мой лут где-то там вообще лежит? По крайней мере, так показывать. Ладно. К этому янтарю вернёмся позже. Угу. Вижу сканирующий цветок. Кремни собрали. Так, осторожно. Так, вон туда. Угу. Нормально. И вот мой ящик. Рыба опять какая-то. А кто разговаривает? А, это мой ящик. Ё-моё. Чё-то от меня хотело. А они типа серьёзно такие агрессивные. Так, вернее, свою добычу завершено. Угу. Давай тогда пошли сначала в эту пещеру, раз... Раз уж мы здесь. Загазубанное чрево. Так. От рыбки избавились. Карельные собираем. Это мы уже исследовали. Это как-то орех. О, а это кто-то новый. Это факел? Ну да. Да зачем он мне вообще здесь нужен? Так, давай их просканируем. Вот зачем нужно прививать детей. Это наука. Она работает. Злая заражённая. Всё равно любит тебя. Блин, я упал. Не видно, чтобы она меня любила. Похоже, что её слабое место. Это небольшой помпончик на голове. Ну, на голове. Понятно. Она, короче, просто взрывается и мне урон наносится, если я этим дышу. А это что за постройка? Ух ты, какое жуткое надгробие. Кладбище пухлоптиц. О, супер. Жуткое надгробие пришельцев. Это не то, чтобы плохая примета или ещё что-то. Ну да. Так. Алюминий. Тут я вообще заберусь. А, ну, я ж могу так вот сделать просто и всё. И не париться. Так, сразу избавляемся от них. Так, огнецвет. Это мне не интересно. И что здесь? Ё-моё! Ещё какая-то странная штука. Ещё и телепортирую сейчас. Ладно. Погнали. Так. Опять же. Кремний и углерод. Ё-моё. Так она умирает или нет? Я вроде как её убиваю, но тут же опять появляется. Этих пухло-птиц мы видели. Да, это пещерные обычные. А чё мне здесь надо? Наверх? Внизу? А-а-а. Так, давай бум-гранату кинем. Так. И вот так вот. Тут нет? Рядом же бум-гранату. Тут есть только эти кислотные. А-а-а. А-а-а. Ай, опять инопланетная дверь с датчиком движения. И пройти мы туда не можем. Нам ещё вроде как не объяснили, как это сделать. Так, не агритесь. Давай в эту сторону. Не нравится мне, если честно, пещера вообще в играх. Так, тихо. Ё-моё. Обнаружена область, гниющая пропасть. Ещё целая здоровая область. Наверное, я рано сюда пошёл. И мне сначала нужно там всё исследовать. Ладно, тогда позже сюда вернёмся. А, это какие-то вообще лизуны. То есть он меня языком атакует. Давай, теперь наверх двигаем. Угу. Мешочек вот этот я соберу. Так, семя зацепа. Получил. Давай вот сюда. Бум-гранаты есть, тоже возьму. Что одной не хватает. Так, и хурма. 26 из 100. Так, так, так. Тут ещё выше можно забраться. Ну давай, тогда погнали. Семя зацепа там моё где? Вот гранат. Вот семя зацепа. Давай, наверное, сразу куда-нибудь вон туда. Попал, да? Получай сигнал бедствия от одного из картографов. Я тебя не подгоняю. Ну ты не подумай. Но они запрограммированы чувствовать страх и боль. Я-то знаю. Так, я долечу? Ну да. Тут что? А, ещё семя зацепа, чтобы собрать. Угу. Ну и куда-нибудь вон туда. Так, обнаружена область. Древний гриб. Синьеда. Так это уже почти башня. Может быть, я где-то здесь могу зайти. Вот это что за штуки? Которые красным горят. Уже интересно. Так, это я изучить не могу. А вот это что? Ну, я просто, наверное, какая-то вода. Ну или не вода. Как в тот раз мы нашли. Какие-то отходы. Так, ой, ещё один телепорт. Давай сразу активируем. И используем, чтобы посмотреть. Да, я один какой-то телепорт пропустил. То есть, это, наверное, там, где янтарь. Если в ту сторону двигаться. Ну, туда мы, конечно же, потом сходим. Так. Что за дерево? Эй! Эти листики совсем не листики. А что? Листья этого дерева на самом деле вовсе не листья. А стая бабочек. Потому что отращивать листья ужасно скучно. Вот так вот. Так и знал, что они среагируют. Оп! Похоже, тут неподалёку есть ещё одно светилище. Так, вот это что? Чах на шляп. Хилый, чахлый, слабый. Ну, хватит о тебе. Давай лучше поговорим об этом растении. Может быть, там секрет какой-то? А то закуток такой. Не хотелось бы пропустить. Так, нет. Тут ничего. Ладно. Бабочки до сих пор летают. Там... Подожди, это... Это оттуда я пришёл? О, а это уже сильнее осьминожка. Она какая-то фиолетовая. А нет, розовая. А те были синими. Давай ресурсы соберём. И вот здесь, скорее всего, есть что-то. Потому что эти растения, которые скрывают... Серьёзно, ничего нет. Вот это сейчас странно. Меня обманули. Так. Грибы растут. На камне грибы? Ладно, на деревьях. О. Чё за шляпка? Интарная броня. Замечательно. Это существо создало себе броню из интаря для защиты. Давай его всё равно убьём. Два в одном. И защита, и стиль. Кислота должна неплохо справляться с подобными штуками. Но кислоты у меня пока нет. И рядом я её не наблюдаю. Так, грибы интересны? Нет. Хотя, да. Тут мох какой-то растёт. Возможно. Ну, возможно. Что... Могут всё-таки расти грибы. Так, разрушительный алтарь Юн Дзи. Взаимодействовать. Хм. Кристалл, что был в этом святилище, разбили на части. Если ты используешь свой сканер, может тебе удастся найти куски, которых не хватает. Вперёд, авантюрист. Давай сначала это посканируем. Нам ещё многое предстоит собрать. Используй свой сканер. Ты знаешь, что хочешь... Этого. Сделай это. Сделай это сейчас же. Или я скажу это снова. Те же слова. Тот же тон голоса. Тут когда-то находился мощный кристалл. Ну, всё, да. Ну... Мы сможем улучшить протонную нить. Если восстановим его и возьмём образец. Ага. Возможно, я буду дальше зацепляться. Вон там зацеп есть. Так. И по следам идём. Куда они ведут? В разные стороны. Давай сначала в эту пойдём. Ну и след ведёт куда-то сюда. Я тут уже был. Давай снова все эти растения уберём. Так. Сканировать... А я это не сканировал. Тентаклид. Не тентаросты, а тентаклиды. Новое сообщение ждут тебя на дрочке. Понятно. А, вот он. Фрагмент. Кусок уникального инопланетного кристалла. Неплохое начало. Но мне нужно больше образцов. Один из трёх мы собрали. Идём на следующий. А тут какая-то бешеная пчела и соты. Ну-ка, давай её просканируем. Пчёлы или осы или шершни. Мерзость. Эти насекомые любят свою мамочку. Как и все насекомые. Они перестанут... Что? Нападать, если чё, мамочка... А, если их мамочку убить. То есть, его я убить не смогу. Нет, смогу. Так, а где их мамочка? Тут. Жужжащее гнездо. Попробуй сунуть туда лицо и посмотреть, что будет. Держись подальше, если не хочешь, чтобы тебе надрали зад. Ну, я могу туда бум-гранат, в принципе, закинуть. Но, видимо, на это не рассчитанная игра. И идём дальше кристаллу искать. Так, вожак есть. Кстати, мы до сих пор не разобрались с этими заданиями по исследованию этому. Типа, взорвать сразу толпу пухлоптиц. Надо потом этим заняться. Очень много всего. А в смысле? А, вот он. А как я потом обратно? То есть, мне придётся падать вниз? Ах, чёрт. Ладно, давай тогда за ним как бы потом сходим. И как раз потом к янтарю пойдём. Так, так. Потому что, навряд ли там есть зацеп. Я его там не обидел. Так, опять кричащая фигня это. Углерод. Где следующий кусок-то? А, вон идёт нить. Давай. Побежали. Так. Куда-то вот сюда. И опять же какие-то грибы. Нет. Они мне не интересны. Оса. Или пчела. Алюминий с пчелой получаем. Нормально. Так, я правильно иду? Ну да. Кремний. Чёрт. Да, цеписты. Другая часть где-то под водопадом. А, ну тут пещера. О, как раз этот янтарь есть. Давай просканируем. Этот застывший растительный сок. Просто чудо местной природы. Повосхищались. А теперь что? Огроменные куски ископаемого добра. Растворяются в кислоте. А вот кислота есть. Ну давай, типа... Видимо он может быть где угодно. И мне нужно все их растопить. Давай сюда. Сюда. Чё, не попал? А, они типа криво как-то летят. Пустой. Опять эта фигня кричит. Новый уровень. Здоровье и выносливость улучшены. Так. Да, чё ты там бегаешь? Вот. Отлично. Теперь мы знаем... Ну, то есть, вообще-то мы по-прежнему ничего не знаем. Но теперь представляем приблизительные размеры и форму этого нечто. Так. Давай разъедайся. О, похлоптица, которая еще и атакует меня. Я тебя вообще-то спас от заточения. Ё-моё! Так это взрывающийся был. А-а-а! А этот, который с защиты. А, ну хотя я могу его вот так убить. Все. Так, последний янтарь. Попал. И тут... Что это? А, это эти... Лизуны гребаные. Зачем мне снова факел? Для чего он тут вообще? Давай хоть узнаем, что это за рыбы, просканируем их. Ну-ка, ты будешь на меня реагировать, нет? Я провела развернутое сканирование этого существа и пришла к научно обоснованному выводу, что оно на 90% состоит из дерьма. Выглядит как рыба, летает как птица, гадит как чемпион. Ясно. Понятно. Раз уж мы занялись поиском кристаллов, то тогда давай сразу заберем. Так, тихо. Нет, только не перепрыгивай. Все, нормально. Мы получили все нужное. Пойдем назад к светилищу и соберем вместе все кусочки. Да, если бы это было все так просто. Зацепа, конечно же, нет. Ладно, придется вниз спрыгивать. Куда-нибудь вот сюда, да? Это, получается, в начало. А, ну я могу, в принципе, телепортнуться. Так, урон... Да, вроде чуть-чуть все равно получил. Короче, телепортнуться наверх и... Сделать то, что нам нужно. Вот, древний гриб. Давай активируем. Взаимодействовать. Готово. Прямо как новенький. Теперь давай соберем образцы. Угу. Извлеки и проанализируй. Четвертый детектив. Задание называется. И сейчас нам нужно будет на дротик вернуться, чтобы создать улучшенную протонную нить. Кремний у нас есть, алюминий есть. Образец светилища есть. Если хочешь, можешь создать улучшение. Так, чё-то сообщение новое. Да! О, да! Поздравляю! По всей вселенной у нас есть десятки, если не сотни исследователей, которые роются в земле, описывают местную фауну и загружают огромные объемы данных для научной команды Киндреда. Вот это результат. Мы стремимся сохранить уровень неудачи смертности во всех наших начинаниях в пределах 15%. Поэтому тот факт, что ты в порядке, вызывает тепло в сердцах всей команды Киндреда. Бинго! У нас есть победитель. Мы также хотели отметить Хрум-Хрум Макарона 79. Он мало того, что выжил, так ещё и подхватил. Вот это... Вау! Знаю, выглядит так себе, но, возможно, здесь кроется ключ к излечению какой-нибудь смертельной болезни. Например, Герпеса или синдрома чужой руки. Так что удачи тебе, Хрум-Хрум Макарона 79. А теперь поговорим о важном. Наши поиски... Но дома для человечества продолжаются. И за это мы благодарим тебя. Продолжай исследование. Ну, я так думаю, это всем исследователям отправляют. Хотя, тихо, вырубим рекламу. Что за Хрум-Хрум там был, непонятно. Так, статистика. Общая длительность игры, процесс... А, прогресс прохождения игры 32%. Количество смертей 3. Так, видео мы уже видели, я просто скипну, чтобы не светилось. Распрощайся с долгами прямо сейчас. У тебя сложности в повседневной жизни. Ты один из сотен миллионов землян, на которых дают неподъемный долг. Короче, это реклама какая-то. Опять кредитов, банков там. Все дела. Так. Так, избежать, добро пожаловать. Ну, короче, ничего, видимо, стоящего, не забываясь, с теми ценностей. Это мы читали. Так, в корзине у нас что? Привет, мамуля. Это мы читали. Обновление. Сейчас мне как никогда ясно, что определенная подготовка перед отлетом была очень кстати. Я понимаю, что задача киндры дать простым людям возможность на собственном пути пережить все чудеса космического путешествия. Но мне с трудом удалось разобраться с работой своего снаряжения. Не говоря уже о перемещении по планете. Гравитация здесь намного сильнее земной. И от этого спина постоянно болит. А еще у рационов гроб самый отстойный вкус. Который только можно представить. Мне и в голову не могло прийти, что может быть вкус хуже, чем у их линейки на Земле. Но они справились. Я могу выбрать что угодно. От стейка до морепродуктов. И получу все тот же отвратительный вкус. Надеюсь, что смогу найти тут какие-то местные деликатесы. Может, когда я вернусь на Землю, мы создадим новую моду на инопланетные закуски. С любовью, Мо. В переменах к худшему. Мамочка, я съел кое-что. Знаю, это может прозвучать безобидно, но я съел это. И теперь оно в моем желудке. А на теле у меня появился странный фиолетовый бугор. Не хочу пугать подробностями, но он большой, растет каждый день. Азот от него сильнее, чем от ядовитого плюща, в который я попал, когда дядя Джет убедил меня пойти купаться галашом. Ты помнишь, дядя Джет не из тех, кто насмехается над другими. Но в тот раз он все ржал и никак не мог успокоиться, когда я вернулся домой. Нам пришлось использовать два полных бутылки лосьона от ожогов, прежде чем я смог заснуть. В общем, с моего последнего выхода на связь все изменилось. И я уже не чувствую такого подъема духа, как в прошлый раз. Твой сын Моу. Что ж там за обнови свой пароль срочно, никакого мошенничества. Но это мы уже узнаем в следующей серии. А на этом я уже буду заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.